Альтернатива Яндекс.Форме. Если вдруг по каким-то причинам вам хочется еще чего-то, а не Яндекс.Форма, можно попробовать веб-анкету. Веб-анкета работает на двух сайтах. У него есть веб-анкета.ком и веб-анкета.ру. Я рекомендую .ру, естественно. Ссылочка на анкету вот, пожалуйста. Сразу смотрим тарифы и видим, что здесь одно время были ограничения. То есть здесь можно создавать любое количество викторин с любым количеством вопросов, но количество отвечающих должно быть не больше 200. То есть изначально это было для маленьких таких опросиков. Но мы видим вот такую замечательную плашечку вверху. И здесь суть в чем? В связи с тем, что работа PayPal сейчас приостановлена в России, то для российских и белорусских пользователей сняты ограничения на количество опрашиваемых участников. То есть вот за эту цифру 200 мы можем забыть. И сейчас мы можем опрашивать столько, сколько захотим. Мне кажется, можно этим воспользоваться. Хорошее предложение. Почему бы и нет? Регистрация бесплатная. Работа бесплатная. Ничем нас ничто не ограничивает. Давайте смотреть. Веб-анкета. Изначально создавался сервис для того, чтобы просто какие-то опросы проводить, анкеты. Но здесь появилась опция и для педагогов. Это называется тест-анкета. Ну и для библиотеки РИД тоже. Мы создаем с чистого листа. Тут шаблонов нет, как в Яндексе. Придумываем название, выбираем язык. Выбираем сразу тип. Тест-анкета. Она позволяет подсчитывать баллы, начислять баллы. То есть такую статистику ввести. Вы можете выбрать и обычную, но тогда все вручную придется проверять. Дальше. А дальше разные хорошие настройки пошли. Как мы хотим эту анкету видеть. Вот в таком виде, вот в таком. Или может вот в этом виде, в несколько столбиков. Дальше. Вы можете, допустим, обязательно, чтобы по IP только один раз проходили. И все. А можно вообще за этим не следить. И у вас участники будут проходить столько, сколько захотят. Ну и разные публичные настройки. Нужно ли показывать результаты. И кому показывать. Всем подряд или только запомнившим анкету. Можно настроить таймер для анкеты. Обратный отсчет. Дать сколько-то минут. Там 10 минут, например. И все. Потом к анкете уже не подойдешь. Даже можно пароль для нее придумать. И только для своих, что называется, использовать. Что здесь можно встроить в эту викторину. Ну вот списочек. Ну как в Яндекс.Форме чуть поменьше. Но здесь основные есть. Строковое поле. Текстовое поле. Один из множества. Несколько из множества. Числа. Таблицы. И разные контактные поля. Веб-адресы. Телефоны. И так далее. Внутрь одного опросника можно любое количество вопросов ставить. Любого типа. Какого захотите. К некоторым из них. Допустим. Вот один из множества. Несколько из множества. Мы можем назначить количество баллов. Ну то, что поддается вычислению. И сервис будет их считать. Ну давайте посмотрим. Шаблончик немножко необычный. Тут приходится все внимание вниз опускать. Вверху будет у нас просмотр. А внизу собственно сам конструктор. С настройками мы закончили. Перешли в раздел основное. Здесь вопрос у нас. Здесь какой-то комментарий к нему, если хотим. В качестве комментариев можно картинку прикрепить, видео с ютуба и ссылку добавить на какой-то веб-сайт, например. Можно выставить галочку, что вопрос обязательный. И вот здесь внизу назначаем количество баллов за правильный ответ. Ну в данном случае один, можно любое другое число вставить. Это вопрос. А вот ответы будут уже в другой вкладке. Это не очень удобно, но так придумали создатели. Теперь ответы. Ну вот здесь у меня их 4. Можно еще добавить, если необходимо. Вот они так будут располагаться у меня. Вот сюда вставляем «Добавить еще один». И еще один сюда добавится после этого. Каждому вопросу тоже можно картинку добавить. Можно их всех перемешать. Ну и собственно на этом все. А обязательно отметить, но отметить в предпросмотре правильный ответ. Вот первый, например, будет «Правильный». Я туда поставила галочку. Именно за него и будет один балл начисляться. Проверяем, что у нас все работает, все совпало. Сохраняем и переходим к следующему шагу. Здесь такая пошаговая инструкция. Ну вот либо здесь, либо здесь нажимаем и переходим. Если нам нужно закончить, то вот здесь. Если нам нужно к следующему вопросу, то вот здесь. Ну и так вопрос за вопросом мы нанизываем в нашу векторину все это. Ну и дальше, что еще нам предлагается. Сервис все подсчитает. Здесь нет, к сожалению, вот такой развернутой обратной связи. То есть сервис на последнем слайде нам скажет, вы ответили правильно на 10 вопросов из 20. И все на этом. То есть никакой обратной связи мы тут прописать не сможем. Здесь есть ссылки и коды для социальных сетей, для сайтов и блогов. Это в разделе ссылки все берем. В разделе статистика подробная статистика по всем ответам, по всем участникам. И мы можем сразу посмотреть, кто сколько баллов набрал. У меня пока никто не отвечал, поэтому у меня все здесь по нулям. А так вот мы, например, можем выяснить, что вот правильно ответили там столько-то участников. А щелкнем по участнику и посмотрим, сколько он вообще баллов заработал. С одной стороны интересный сервис такой, довольно любопытный. С другой стороны свои плюсы и минусы есть. В общем, поэтому выбирать уже вам. Статистику можно скачать на компьютер через вот эту кнопочку. Ну вот в общем, в общих чертах вот все об этом сервисе.